В российских вузах в эти дни острый дефицит ярких и талантливых студентов. Все лучшие уехали в Ставрополь. Здесь одновременно проходят сразу три крупных события. Конкурсы «Студент года» и «Мисс Студенчество», а также форум «Россия молодая». Участники не просто развлекаются, они общаются, обсуждают серьезные вопросы и узнают много нового. Мария Гнездилова в этом убедилась. У Ставрополя этой осенью все больше негласных титулов. Теперь он стал студенческой столицей России. Впервые Краевой Центр принимает молодой, но уже популярный среди активных юношей и девушек общероссийский форум «Россия студенческая». Он проводится в этом году в третий раз. С каждым годом все больше и больше количества участников приезжает. Молодежи нравятся, с удовольствием приезжают на этот форум. Форум продлится до 18 ноября. За эти дни пройдут десятки встреч и мастер-классов с политиками и общественными деятелями. Студенты научатся работать в команде, сами поделятся опытом и обсудят волнующие их вопросы. В какой из семи площадок проявить себя студенты выбирают сами. Будущая журналистка, а пока второкурсница СКФУ Александра Башкатова уже определилась. Ее направление – медиа. А это кадры из видеоблога девушки. Саша рассказывает о студенческой жизни, об учебе и досуге. Студенчество – это не только пары, да не только сам процесс обучения. Это всевозможные форумы, общение, много-много позитивных эмоций. Я очень люблю студенчество. Более 300 влюбленных в студенчество приехали в Ставрополь со всей России на финал еще одного форума. Они борются за звание «Студент года». Грант на обучение от Министерства образования России получит тот, у кого зачетка пестрит пятерками, за чьей спиной есть научные, общественные, спортивные достижения и перспективные планы на будущее. Самые сливки студенчества России смогут принять участие в реализации федеральных и международных проектов. Когда собирается молодежь, а здесь собираются студенческие лидеры, лучшие в своих университетах, это, конечно, будет такая высокая планка и дружеского общения, с одной стороны, а с другой стороны, такого предметного, заинтересованного разговора о том, что у нас в системе высшего образования. Еще одно студенческое событие всероссийского масштаба – юбилейный 10-й конкурс «Красавец и умнец Мисс Студенчества России». 38 прекрасных девушек в борьбе за заветную корону доказывали, что слабый пол – это только популярный оборот речи. Девушка должна уметь сочетать в себе свои качества лидера, свои все данные, как талантливый человек творческий, при этом она должна их сочетать с возможностью вдохновлять и мотивировать других людей, дарить радость и создавать вокруг себя такую атмосферу, когда всем будет хорошо. Кто победит в конкурсе «Мисс Студенчества» зрители своего ТВ узнают первыми. Прямая трансляция торжественной церемонии закрытия начнется сразу после вечернего выпуска новостей.